Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC. С вами Елена Косолапова. Сегодня в братской Турции историческое событие. С месторождения Сакария в турецком секторе Черного моря начинаются поставки природного газа. На начальном этапе на этом месторождении планируется добывать около 10 миллионов кубометров газа в сутки. А к 2028 году объем суточной добычи должен составить 40 миллионов кубометров в сутки. О том, как это изменит энергетику Турции, которая раньше сильно зависела от импорта газа, а также о том, каким будет влияние на газовый рынок региона, будем говорить в этом выпуске. На видеосвязи со мной Асим Мулазаде, депутат парламента Азербайджана и Тогрул Исмаил, профессор университета Анкары. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что к нам присоединились сегодня. Добрый вечер, пожалуйста. Асим Малим, хочу начать с того, что задам вопрос вам. Итак, сегодня вечером ожидается торжественная церемония начала поставок газа с месторождения Сакария в Черном море, в турецком секторе. Вообще, изначально, когда президент Турции Реджеп Тей Пордоган в 2020 году обещал, что через три года начнутся поставки газа с этого месторождения, было много тех, кто этому не верил, было много критиков. Но мы видим, что как обещал президент Турции, так, в принципе, и произошло. Но раньше Турция очень сильно зависела от импорта газа, теперь с началом добычи собственной, очевидно, эта зависимость будет снижаться. Хотя, конечно, о прекращении импорта пока речь не идет, потому что потребление газа в Турции на внутреннем рынке где-то 55 миллиардов кубометров газа в год. А на Сакария на пике планируется добывать где-то 15 миллиардов. Но, тем не менее, это где-то 27% потребления, тоже немного неплохо. Как вы считаете, что вообще это событие означает для энергетики Турции и для экономики в целом? Прежде всего, я думаю, что это, в самом деле, историческое событие, которое позволит нашей братской стране увеличить мощности добычи газа, как заявил министр энергетики Турции, это покрывает практически около 25-30% импорта и позволяет сегодня Турции более активно участвовать и более активно проводить систему энергонезависимости. И здесь, я думаю, что также важен тот момент, что, как известно, азербайджанская компания Сокар вместе с турецким Батташем создает новую систему, которая будет охватывать доставку газа для балканских стран. У Турции уже больше запасов своих и одновременно то, что сегодня Турция играет важную транзитную роль для доставки газа для стран Европы. И очень важно то, что соседи Турции, балканские страны, также будут обеспечиваться газом благодаря деятельности турецко-азербайджанской новой компании. И я бы хотел отметить то, что Турция играет и начинает играть роль очень важного энергетического хаба для мира, для Европы. И в этом плане сотрудничество Азербайджана, Турции, а в будущем я уверен, что и стран Центральной Азии, то есть восточное побережье Каспия, я уверен, также будет участвовать в серьезных энергетических проектах вместе с другими братскими тюркскими народами и странами. Это создает абсолютно новую систему. И я думаю, что за ускоренная разработка месторождения Сакарии, за этим последуют также и другие работы месторождения Черного моря. То есть у Турции есть потенциал газа, и мы все вместе, я думаю, что будем играть очень важную роль в энергетической безопасности Европы. Также я думаю, что сотрудничество между Турцией и Израилем, дальнейшим и Азербайджаном даст возможность нарастить запасы в этом энергетическом хабе и полностью восполнить те убытки, которые имеются на европейском рынке из-за исчезновения России с этого рынка. Тогрул Мялим, теперь вопрос к вам. Ну, вообще, вот если посмотреть на мировой газовый рынок или региональный, то последние полтора года там наблюдались достаточно высокие цены, в некоторых случаях даже рекордные цены. И, конечно, для потребителей это было все не очень комфортно и для обычных людей, и для бизнеса. Да, цены высокие, даже мы видели во всей Европе протесты, связанные с такими высокими ценами на газ. Но вот если говорить о Турции, вернемся к началу добычи на месторождении Сакария. Как вы считаете, то, что теперь Турция начнет добывать собственный газ, как это отразится на ценах на газ для населения на внутреннем рынке? Спасибо большое. С вашего позволения я поздравлю граждан Азербайджана и наших зрителей с наступающим священным праздником Рамадан. Желаю всего хорошего Азербайджану и естественной от Турции к нашим народам, чтобы мир был, мир, спокойствие и дальнейшее. Все будут подробности для нашего государства и для наших наций, вот так скажем. Теперь к вашему вопросу. Да, Турция – одно из государств, которое постепенно получает энергоносителей из них. И естественно, сегодняшний день, когда у Турции появились возможности добычи своего газа, природного газа, конечно, это очень положительный момент. Но надо отметить, что вообще в целом, если смотреть, первоначальные этапы, процессы, они не сразу сказываются на, скажем, ну, на обычных, влиять на обычных граждан. Да, надо, здесь политика государства очень важная, естественно. Цены очень высокие, особенно пандемийские. Пандемия, период пандемии, многое изменение произошло. И после пандемии, вот так скажем, да, как всегда строились границы, начались новые экономические активности. Естественно, вот мы в этом все видим. Конечно, нынешняя добыча природного газа для Турции обеспечивается всего лишь в среднем 20%. И, как ожидается, сегодня президент Турции что-то скажет. Сегодня во всех СМИ Турции ожидает, что президент Турции объявит что-то новое. Обычно думают, что это что-то газ будет, там, цена газа для потребителей, для граждан уменьшится, или скидки будут, или что-то другое. Правительство пытается делать, чтобы все возможно, чтобы обеспечить, так скажем, или усилить социальное обеспечение населения, увеличение зарплаты и так далее. Но коммунальные расходы, к сожалению, особенно на газ, на электричество очень высокие. Ну, видимо, это такая общемировая сейчас проблема. К сожалению, цены, инфляция наблюдается во всех странах. Да, это общемировая, мы видим. Но для Турции, которая полностью зависит от экспорта энергоносителей, конечно, это двойное сложно. И, естественно, добыча, собственно, природного газа, это как-то облегчит и, так скажем, жизнь, если можно так выразиться, и для граждан, и для правительства тоже. Почему? Потому что и диверсификационная политика Турции, и зависимость все-таки извне чуть-чуть уменьшается, и это облегчает. Но вот здесь я хочу напомнить еще один момент, что Турция пытается стать хабом в нашем регионе. Это связано и с активной деятельностью совместно с Азербайджаном. Очень важный момент. Но это начали еще большие проекты, как Бакуи, Сибилис, Абзурм, природный газ. Да, я же не говорю о покупке Беликой Джейханов. Нефть, нефтепровод. Кроме того, совместный проект ФАНАФ, который Турция, Азербайджан, будет продавать, и уже начали продавать. Азербайджан, Казахстан, за рубеж. Есть другие проекты серьезные. И мы видим здесь, конечно, очень много важного и интересного, что в энергетическом направлении, конечно, укрепляется связь между нашими странами. И это дает возможность Турции еще раз себя чувствовать уверенно. Почему? Потому что нынешняя ситуация у нас на севере, в Каинской, Симовской, кризис между ЕС и Россией и так далее, они с одной стороны позитивно влияют, так скажем, на наш регион, но с другой стороны есть очень серьезные негативы. Ну и, естественно, здесь другой момент. Кризис между ЕС и Россией есть. Дает возможность нашему региону увеличивать и стать как бы гарантом безопасности европейских стран, особенно южного региона. Вот эти возможности, я думаю, что носят более стратегически глубокий характер. Почему? Потому что обеспечение энергонастителями граждан страны это внутренняя политическая правительство. Она все учитывает, может дать котации и так далее и так подобное. Но мы знаем, что, хотя не всегда говорят, что энергетика это геополитика, мы на самом деле энергетические проекты носят геополитические характеристики. Ну вот по поводу европейских стран хотелось бы подробнее на этом остановиться и Асим Алим вам задать вопрос. Вообще разработкой месторождения Сакария занимается Turkish Petroleum компании и не так давно глава этой компании заявлял, что газ этого месторождения будет поставляться не только на внутренний рынок, но и экспортироваться. Как вы считаете, какие страны потенциально могут стать импортерами этого газа? Прежде всего соседние, Балканские страны. Я думаю, что здесь речь идет о Болгарии, речь идет о Румынии, Венгрии, потому что Венгрия серьезно находится в режиме ожидания газа от Азербайджана и Турции. И дополнительный клад месторождения Сакарии позволит увеличить объемы для стран Юго-Восточной Европы. Одновременно тот план создания газового хаба для доставки из различных источников газа для Европы также делает актуальна работу над транскаспийскими газопроводами. Это позволит дополнительный выход на мировой рынок для Туркменистана, Казахстана. И в этом плане роль Азербайджана и Турции безусловно велика. Сегодня существует энергетический эгоизм. Многие страны Европы, обеспеченные энергией, они как-то в общем-то раньше Евросоюза закрывают глаза на проблемы маленьких стран Юго-Восточной Европы. И в этом плане не только газ, потому что проекты Азербайджана, они включают в себя и в поставки энергетики зеленой. То есть вы знаете, что Черное море будет использоваться Азербайджаном, Грузией для доставки электроэнергии. И сегодня в Азербайджане идет очень интенсивная работа по переходу от конвенциональной, традиционной энергетики к энергетике зеленой. Очень много проектов и часть добываемой электроэнергии будет поставляться дополнительно с газом для стран Юго-Восточной Европы. И в этом плане мы надеемся, что и в Турции будет серьезная работа по переходу от конвенциональной энергетики к зеленой энергетике. Азербайджан и Турция могут работать совместно в этом направлении. Дело в том, что в Турции сегодня есть индустриальный бум. И этот бум будет увеличиваться. Потребность в энергетике для турецкой промышленности будет повышаться. И надо думать о соответствующей диверсификации. То есть к традиционной добываемой электроэнергии традиционными конвенциональными путями надо думать о том, что развивающаяся Турция должна думать и о энергетике новой, зеленой. Вновь вопрос к вам. Хочу на вот эту тему, на этот вопрос начала добычи на месторождение Сакария посмотреть еще с другой стороны. Ведь Турция является важнейшим импортером газа из Азербайджана. Вот если взять данные за прошлый год, где-то 40% всего экспорта газа из Азербайджана пришлось именно на Турцию. Как вы считаете, не рискует ли сейчас Азербайджан потерять такого важного покупателя своего газа? Нет, не думаю. Я еще раз повторюсь, может быть, что между Турцией и Азербайджаном наложено достаточно стильное экономическое направление именно в энергетике. Есть азербайджанские инвестиции в Турцию, есть кроссические инвестиции в Азербайджане. Кроме того, в свое время, еще, может быть, десятки лет назад, были какие-то недопонимания. Чисто техническим планом, сейчас эти вопросы все разрушены. Я же напомню, что проект ФанАП очень важный. Уважаемый Азербайджан, напомню, в Бенгрии, в Умении, то есть это балканские страны. Но кроме того, я хочу дополнить все это направление, и Грецию, и Италию. Ведь проект ФанАП под продолжение САВ тоже существует, и это есть, но это люди. Кроме того, Азербайджан является надежным партнером, то есть экспортер, а естественно, Курция является надежным покупателем, это тоже очень важный фактор. Кроме того, ведь не все связано только с энергетикой. Напомню, что Азербайджан в Курции заключили после 44-й Отечественной войны Шушенскую декларацию подписали. И по этой декларации у нас не только по общей направленности, по, так скажем, национальной безопасности, в военном смысле, или в других направлениях, но, естественно, энергетическая безопасность тоже выходит в первый план. И, естественно, наше государство этим связано, и они будут поддерживать друг друга. То есть Азербайджан является не только надежным партнером, есть, но главным надежным партнером Турции в энергетическом направлении. И, естественно, Турция тоже в этом направлении является первым партнером Турции. Но совместные проекты тоже очень важны. И я думаю, что Азербайджан-Турция сделает достаточно много, и в дальнейшем, я думаю, много-много будет в этом направлении. И это даст нам возможность увидеть в дальнейшем усиление в нашем государственном регионе, который будет в сильнейшем игроком Южно-Кавказском направлении. Вот это очень важно. Ну, естественно, растет роль и центральная. Я думаю, что вот как раз в формате организации сурско-государства вот эти направления тоже продвигаются, и Азербайджан, и Турция делает всевозможное, чтобы создать новую инфраструктуру, новое направление в этой области. Это тоже очень важный фактор. Я думаю, что с каждым годом сотрудничество Азербайджана в Турции будет расти и будет хорошим примером для других наших государств, которые являются нашими союзами. Это в том числе и в России. Асим Алим, вновь вопрос к вам. Ну вот мы видим, что Турция начинает добывать газ в Черном море. На следующей неделе ожидается открытие первой АЭС в Турции, Акую. Также страна работает в плане развития возобновляемых источников энергии. Допустим, власти Турции ставят себе цель к 1927 году войти в десятку по мощности производства именно возобновляемых энергии из возобновляемых источников. Как вы считаете, какое значение все эти проекты имеют для энергобезопасности Турции и в целом региона, соседних стран? Безусловно, энергетика важна с очень интенсивно развивающейся Турцией. Я уверен в том, что промышленность Турции, различные направления этой промышленности. Сегодня мир был удивлен, как успешно развивается военная промышленность Турции. Но помимо военной промышленности, я думаю, что потребность Турции в энергетике будет двигать эту страну прежде всего в направлении диверсификации своих энергетических ресурсов. И я уверен в том, что потребности будут расти, но вместе с тем созданная система транзита обеспечит и европейский рынок. Европейский рынок серьезно нуждается в энергетике. И потребности в комиссиональной энергетике там не будут снижаться, несмотря на попытки европейских стран как бы усилить и ускорить свой транзит в направлении возобновляемой энергетики. В ближайшие годы, практически до 40-х годов, будет очень высокая потребность кондициональной энергетики. И в этом плане я уверен, что черноморские месторождения Турции совместно со средиземноморскими будущими планами и подключением к этому процессу Израиля, Азербайджан, Центральная Азия, они смогут обеспечить рынок достаточно интенсивно, а развивающуюся промышленность и развитие различных новых регионов Турции. Потому что я уверен в том, что Турция сегодня будет пытаться диверсифицировать свою экономику. Целые районы, особенно Юго-Восточная Анатолия, будут подключены к различным программам. И амбициозное развитие Турции создаёт серьёзные перспективы в том плане, что тюркские государства сегодня, наряду с созданием очень серьёзного энергетического хаба и очень серьёзной роли в энергетической безопасности стран Европы, одновременно имеют очень амбициозные программы по развитию собственной индустрии. И вот эта интенсивная индустриализация должна быть обеспечена энергетикой, энергетикой диверсификации которой является важной частью программы развития наших стран. И сотрудничество Азербайджана и Турции в этом плане превращает наши страны как бы локомотив, двигающий систему вперёд. И каждый год мы столкнулись с тем, что сказано и сделано. Сегодня мы в преддверии выборов в Турции. В преддверии выборов сегодня народ Турции убеждается в том, что всё, что было обещано, всё, что было сказано, притворяется жизнь вовремя. И я уверен в том, что сотрудничество Азербайджана и Турции в дальнейшем развитии, сотрудничество Сокар и Боташ сделает всё возможное, что наш транзит энергетики в Европу работал исправно, охватывал как можно больше стран. Тугрум, Алим, вновь вопрос к вам. Но ведь Турция не планирует останавливаться на месторождении Сокария. Разведка в Чёрном море продолжается и, в принципе, даёт хорошие результаты уже. Допустим, в конце прошлого года новое месторождение Кайкума-1 было открыто. Расскажите, пожалуйста, каковы ожидания в Турции от этой разведки и вообще как эксперты оценивают потенциал Чёрного моря в плане газодобычи? Понимаете, дело в том, что Турция долгое время как бы стояла в табу, на то, что вот искать новое месторождение или газорождение, вот, вводный газ, во время президентства или там во время премьер-министра, минувшего президента Купера ЖК Барбегана тут активно вздевать за заботу именно за поддобычей или поиском новых месторождений. Найдены новые на территории Турции новые месторождения. Ну, пока это, как количество, так скажем, объем не очень большой, но надежды есть. Кроме того, Турция помнит, или хочу напомнить, о том, что в Кипре была попытка между Исраилем, Креческой, Грецией и греческой стороной Кипра создать или начать поиски или добычи новых месторождений, которые в этой акватории находятся. Естественно, в Креческой, Кипре тоже есть акватория. но это пока проблем неопична. Но потенциал есть, мы это знаем, мы в этом уверены. поиски продолжаются. Я думаю, что это только начало. Ведь первоначально тоже был найден объем в Черноморском бассейне. Не очень высокий, но в дальнейшем с потенциалом это уже объем увеличился до серьезных размеров. По крайней мере, нынешним этапом Турция может себя обеспечить природным газом практически на 7-10 лет. Ну, я думаю, что чем активнее Турция будет этим заниматься, тем много нового он может увидеть. Здесь, конечно, для Турции не только газ важен, не очень важен. Здесь мы можем говорить о электрической энергии или о других возможностях, альтернативных энергетических ресурсов, которые потенциал Турции есть. это и премии, это и солнечные, даже мастерные энергетические проекты, которые могут позволить собрать Турцию энергии. Ну, и, естественно, здесь что важно? Конечно, здесь очень важно энергетическая независимость. Турция для того, чтобы стать сильным игроком в регионе должна себя обеспечить именно этим или максимально сделать безопасно в этом направлении. Почему? Потому что, представьте себе, 97% нефти добываются вокруг стран, таких как Иран, Иран, Россия, которые или есть проблемы с Турцией, или сами переживают определенные проблемы. И то же самое и с природным газом. Более 90%, около 90% опять же из этих стран получает или получала вот так скажем, природный газ. Но сейчас ситуация меняется. Активно здесь, конечно, место занимает уже Азербайджан. растет роль центральной Азербайджан, тюркских государств. Турция, хотя не смотря, что были проблемы с Израилем, все время шли переговоры о транспортировке израильского газа через Турцию, это тоже очень важный фактор. если не война в Сирии гражданской войны, то газ Катаре тоже должна была пройти через Турцию. Вот эти крупные проекты, конечно, и с Сирией, и надеться работать в государственной правительстве. Я думаю, Да, то громали. Вот вы начали говорить о том, какие государства могли бы поставлять газ через Турцию. В принципе, есть же, как уже мы сегодня упоминали, есть план создать газовый хаб в Турции. Как вы считаете, в перспективе газ из каких стран может поставляться в этот хаб и через этот хаб далее, наверное, в Европу? В определенном виде хаб уже есть. То есть это предложение делал президент России тоже предлагал в Турцию поступать из России тоже. Это и голубой поток, это турецкий поток. Нынешний метод, конечно, территория Турции для России очень важная зона для продажи своих энергоносителей. Прежде всего, природа обладает через Турцию. Ну, Иран, если, конечно, будет действовать или нормально и будет иметь нормальное отношение с европейскими странами, только получать из Ирана газ очень дорогой газ, хочу отметить, Иран здесь немножко манипулирует своими возможностями. Естественно, санкции против Ирана, если они будут полностью смешивать, может и диверсифицировать иранский газ. иранский начинается карьфы, то юмор талэк, то есть, опять же, Средиземноморье через Турцию проходит, Израиль, я уже говорил, и, естественно, Азербайджан уже начал через Турцию поставлять свои энергоносители. Кстати, мы часто говорим о совместных проектах по газу, с Азербайджан газ нет, но надо напомнить, что Азербайджан, Курция и Грузия уже давно под названием Морс Грузин продает свое электричество Европу тоже. Вот это уже хочу напомнить. И, естественно, центральные азиатские страны, опять же, крупные поставки в Казахстан, Казахминестан и другие через Турцию могут поставлять свои энергоносители Европы. Здесь хочу отметить, что почему это так очень важно, все-таки наземная трубопроводная стена гораздо дешевле обходится, чем по дну моря или по другим или по перевозку по танкерам, да, через танкер. Так что я думаю, что вот именно турецкий вариант или линия южный энергетический коридор, который начинает исходить в Европу через Крусию, через Азербайджан, Грузию, Азербайджан пройдет до центральных азиатских стран. Это очень будет одним из важных направлений и для энергетической безопасности Европы. Вот это тоже очень важно. Асим Алим, вам хочу задать еще один вопрос, последний наверное уже. Также хочу с вами обсудить создание газового хаба в Турции. Почему именно Турция обсуждается для создания такого хаба, чем привлекательна именно Турция для такого проекта? Прежде всего Турция привлекательна в том плане, что существует уже конкретная база для создания этого хаба. Речь идет о проектах совместных Азербайджан с Турцией, возможности дополнительного расширения трубопроводов для обеспечения достатки газа из стран Центральной Азии и одновременно биографически расположения Турции позволяет достаточно менее затратно доставлять газ, короткие трубопроводы и существующий вклад Азербайджана в этот процесс это проект ТНАП. Дело в том, что итальянская компания ЭНИГ, являющаяся партнером наших стран, она играет очень важную роль в распределении газа в различных странах Европы. Скажем, Швейцария является в этом плане партнером Италии и итальянская компания поставляет энергетику газа и для Швейцарии, которая в общем-то так же как Германия планирует умещение своей ядерной энергетики, закрытие различных ядерных станций, то есть идет о том, что потребность газа будет России. Потребность газа на европейском рынке будет России из года в год, и поэтому создание этого хаба в Турции возможно скумулировать газ из различных источников и быстро эффективно доставлять его потребителям на европейском рынке. Спасибо большое уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Напомню, что это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Обсуждали мы сегодня начало поставок газа с месторождения Сакарья в Турции и говорили о растущей роли Анкары в энергетике региона. На мои вопросы отвечали Асим Молазаде, депутат парламента Азербайджана и Тогру Исмаил, профессор университета Анкары. На этом передача подошла к концу. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин